Татьяна Монтян самая беспринципная предательница Украины. В 2014 году все было бы гораздо легче и бескровнее. Но Путин дотянул до последнего. Она долго притворялась адвокатом в Украине, защищала украинских активистов, националистов и выступала против Януковича и агрессии Российской Федерации. Россия рыба покрупнее, но она упадет в этой войне с цивилизованным миром. Но в 2014 году, во время революции достоинства, она начала постепенно переобуваться, ездить на оккупированные территории и транслировать пророссийскую позицию в Украине. Приезжают, ноют, какие они несчастные, какие плохие кастрюльоголовые вожди. Или приезжают упоротые вышиватники. Реально уже с кастрюлями, с флагами, ля-ля-ля. И орут там всякую ересь про революцию гидности. В 2021 году Монтян и вовсе переехала в страну-агрессор. А от нее отвернулись даже родные дети, которые активно поддерживают Украину. Собирает ли мой сын деньги на коптеры, я не знаю. То, что он несет, это полный трэш. Сама Монтян родилась и училась в России. А практику Монтян проходила в московском уголовном розыске. В Украину она почему-то приехала работать. Понятно, почему Путин отжал Крым. Ему нужен Севастополь. Путину в один момент просто надоело вот это вот все. И он таки решился разрубить этот Гордиев узел. Адвокат все это время работала под прикрытием или просто переобулась? Смотрите прямо сейчас. Сегодня праздничный алкострим. Украинку по паспорту Татьяну Монтян объявили в международный розыск. Адвокат дискредитирует украинскую власть и оправдывает убийство украинцев. Украина будет полностью перезагружена. И скоро мы окажемся в совершенно другом мире. Несмотря на то, что ее дети живут в Киеве, Монтян передавала спецслужбам Российской Федерации цели для ракетных ударов по вооруженным силам Украины. Она предала Украину после аннексии Крыма и войны на Донбассе. Монтян часто ездила на оккупированные территории, проводила телемосты и фотографировалась с боевиками, чьи руки на тот момент уже были по локоть в крови украинцев. Приехала посмотреть, как тут живут Голорады и сепаратисты. В 2016-м она даже попала в стены Европарламента, где повторяла примитивные нарративы страны-террористки. Вы безумные папуасы, которые продались за печеньки. Ну вот, и 5 миллиардов или за что там еще. И кидаете вы булыжники и коктейли не в Беркут, не во внутренние войска, а в собственную государственность. Что интересно, сегодня Монтян опять переобулась. На фоне приближающегося поражения Российской Федерации в этой войне адвокат стала критиковать тех, ради кого предала Украину. Крым российский был всегда. Да что вы, блин, говорите? А почему не греческий или не сарматский? Жизнь предательницы оказалась не такой, как она себе представляла. Таня рассчитывала на блицкрик. Держитесь, конец близок. Просто перетерпите. Монтян надеялась быстро вернуться в Киев, но этого не случилось. Дорога в Украину ей навсегда закрыта. Редактор субтитров А.Семкин